Нажми на кнопку, получишь результат. Четинка Любовь Принцовская обзавелась модным нововведением. Сын приобрел ей так называемую кнопку жизни. В любой момент, если пожилому человеку станет плохо, чтобы приехала скорая помощь или другие экстренные службы, достаточно только нажать на кнопку на специальном кулоне. Было у меня очень высокое давление, я падала. И на кнопочку нажимаешь, отвечает оператор. Если ты не можешь даже сказать что-то, ну что у тебя, все равно приезжает врач. Они уже знают, что человек просто так не нажмет. Хватит 30 секунд молчания, чтобы экстренные службы среагировали на вызов. Кроме того, у устройства есть датчик падения. Сигналы с гаджета поступают в специальный колл-центр в Москве, который работает 24 часа в сутки без выходных. Телефонная линия бесплатна, ограничений по времени у нее нет. С помощью кнопки жизни можно также получить консультацию о выборе лекарств или больницы. Она оснащена датчиком GPS, может мгновенно оповестить двух родственников, указанных потребителем. Мы считаем, что это просто было нам необходимо по одной простой причине, что мы заметили при анализе, что очень мало больных, допустим, обращают на свое внимание иногда здоровье и позднообращаемость. При тех же инсульта, при тех же инфарктах идет затяжка, допустим, при тех же гиперглигемических состояниях, и видим, что чем раньше больной обратился, тем, что мы прекрасно понимаем, есть правила золотого часа, и помощь идет более качественный эффект, более качественный. Пока в Забайкале кнопкой жизни обзавелись всего три человека. Вполне возможно, скоро владельцев полезного устройства станет больше. Ирина Трофимова, Анна Хвостова, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok